Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, который ведет победоносные армии загорелых качков Маури на захват всего мира. Начнем сначала с Мапуча. Сидмэйр Сивилизэйшн 6, Гэзерин Сторм, последний уровень сложности Божество, со всеми дополнениями, с несколькими режимами. Тут корпорации Монополии, варварские кланы, что-то еще с учами деревья технологий. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. А спонсоры канала все видят сразу. Господи, как им повезло. Ну и спасибо им, конечно, за поддержку. Продолжаем. Захватил нагмапу. Наверное, сразу тут надо все ремонтировать. Монумент, амбар. Светилище не особо мне важно. Мапуча, кстати, два святилища построил, но не успел религию принять, прикиньте. Ну вот, святилище мне, конечно, нафиг не надо, если так уж честно говорить. Ну, дальше я, наверное, попробую на столицу пойти. Армия 200, да? Так, капнем здесь... Арбалетчика. Литье ускорили. Пока обработку железа открываем. Феодализм открываем. Тут начинаем подходить потихоньку. Здесь постоим, полечимся. Не знаю, давайте я тут конем буду стоять, чтобы вот этот пикинер не... не вышел. Так, давайте мы дружбу с шумером заключим. Правда, это еще больше разозлит, видимо, Китай и Колумбию, но я их не боюсь. Я считаю, вот он единственный, кто хочет со мной дружить. Я считаю, почему бы и не дружить? Возможно, стоило все-таки кобыли в золотом веке купить за веру поселенца, чтобы иметь возможность там его поставить. Ну, все, сначала эти города захватить. Так, поехали этой катапультой. Да и лучником, наверное, можно подходить. Так, тут мы лечимся. Тут мы ждем добавления клетки. Нет, там нормальный в итоге будет город, но он просто нормальный. Что здесь? Может, театралку уже поставить? И мороя? Нет, наверное, все-таки гавань. Наверное, все-таки гавань, потому что у нас карточка даже стоит на гавань. Плюс это увеличит бонус соседства кампусу. Ну и караваны нужны. Караваны нужны. Таппульту уничтожили. Чего я монополизировал? Кофе, вау. Так я монопольщик по кофе, ребята. Это интересно. Хотя, написано у Китая. Ну, это я, наверное, торгую с ним. Пишет, два вина у Египта. Ну, наверное, так и нет у него два вина, на самом деле. Нету. Опоминаю, в игре 24 цивилизации, а нами встречено только 7. И карта гигантская, просто гигантская. Видите, он говорит, я понимаю, проявляю понимание как истории, так и государственного управления. Вот, приятно, приятно, когда комплименты от такого композантного мужчины приходят. И от такого качка тоже. Настоящая мужская дружба. Фигаси, он с моря даже решил атаковать. Ну, окей. Ну, это что, он тренемый протокол, но то, что он еще и... Фигаси. Ну, я против проголоса, но мне бы даже хотелось, чтобы этот кризис был принят. Потому что в итоге, если у них не получится, а у них не получится, у меня будет плюс 2 к боевой атаке и 200 мирового влияния. Интересно, кто кроме Мапучи участвует. Вряд ли Колумбия. Хотя... Сейчас увидим. Колумбия, реально. И он заключил мир. Ну, у меня даже это устраивает, опять же. Да. Чтобы он не забирал Мапучи дальше. Вряд ли он тут сейчас прибежит его защищать сильно. У него 400... Ну, у меня 408. Да нет, ну, он не может взять. Он явно отстает по науке. Давайте глянем. Да, вот он вместе со мной тут. А нет, он даже отстает. Он даже вот здесь. Он даже еще в арбалеты не вышел. Не знаю, что там себе думает, честно говоря, Симон Боливар. На что он надеется? Так, я, наверное, сюда встану. Этим сюда. Тут отойдем. И сюда. Ну, то я, наверное, к ним постою просто пока. Ммм, катапульты. Может, лучше Певен Мапу взять. Просто разделить его и спокойно... Тут сложный подход, понимаете? Вот отсюда. Мне вот сюда надо катапульты везти. А с той стороны может кто-то ударить. А тут напрямую пошел и все. Так. Блин. Хотел подойти с одной стороны, но катапульты больше насчет урона, чем стреляющие юниты. Ладно, давайте так. Так, пойду. На эту катапульту сюда. Дорог нету, буду долго, конечно. И тебе, наверное, все-таки надо на Певен Мапу идти. Разделить, а потом спокойно забрать столицу. На самом деле, да. Даже очень хорошо, что... Колумбиец типа вступился за Мапуча, который он, как это, сам хотел забрать. Так, здесь тоже рост у нас. Тут рост. Просто, ну, он не растет, захвачен там, он не работает пока. Тут ошибись. У меня 50 монет всего лишь с одним караваном. Вообще, конечно. Что-то нереальное. Так, а вот здесь у нас нехватка жилья. После гавани, наверное, все-таки надо амбар будет поставить. Или маяк сначала. Надо сюда еще тоже. Так, феодализм. Наверное, военную тактику открою. Ну, мне стремя нету смысла. Нету ни одной коляски апнуться в рыцарей. Да и рыцари... Хотя 48. Может, коляски тогда открыть? Давайте коляски открою. Построю хотя бы парочку и апнусь потом в рыцаре. Деньги у меня есть, железо у меня есть. Кстати, можно торгануть. Лошадьми и железом. Так, лошадей нету у Кубилая. Принося ты. Так, аж тебе не нужны лошади. Я понял. Извини, что обратился. Сорян. Так, всех остальных есть. А железо... Минилику можно торгануть. О, я могу дружбу с венгром еще заключить. Не, это дешево. Не хочу. Торговать все еще не с кем. Ну, вот нефрит у меня ушел, так что немножко снизилось счастье. Плюс два. И даже конкретно даже снизилось. Давайте дружбу с венгром. Тем более он с Гальгамешем тоже. Вот у нас будет такая... Такой тройственный союз. Винус, Кагуана. Чем не будет тут какого-нибудь скаута держать? Может, конем туда как раз? Потому что... Может, Колумбия пойти туда? О, ртуть. А можно вот без этого? Вот мне наверняка... Хотя 30 золота в ход пускай будет. Нет, слушайте, это он как-то много, да? Ну, вообще, то есть он 20 предложил, но он и готов на... И вообще без этих, да? Кайф. А4 золота в ход. Готов предложить. 5. Прикол, а я вот могу у них право прохода не пройти, потому что они до сих пор раннюю империю не открыли. Вообще офигеть. Что... Что проблема за предложением? Да... Серьезно? Венгр готов 17 золотов. Вот, даже платить за это. Ну, хорошо. Так, ему ресурсы нужны, видимо. Ну, хорошо. Так, этим идем сюда. Тут опнемся. Подходим. Катапультой подходим. Повожу обстрелять. Подходим катапультой. Катапультник может писать. Наверное, пойдем лошадью поскачем, проверим, что там никого нет. Суит, найс, фантастик. Так, мы в следующем ходом уже первая катапульта выйдет, да? То есть, мне надо будет сюда подводить моих тоа. Все остальные расселяются. Я тут воюю, блин. Стоим здесь конем, чтобы никого не пропустить. Тут лечимся. Таткаем ход, не тратим его. 76 золота в ход. Ну, правда, от Венгра... А, ну я еще 22 имею с договоров. Ход. Ну, даже без договоров у меня, считайте, 53 золота в ход. С одним всего лишь караваном. По-моему, дофига. Так, пища и два жилья. Наверное, надо маяк стоить, потому что амбар тоже два жилья дает. И одну пищу. А тут на всех клетках побережья. Ну, несомненно, маяк... Ну, с другой стороны, два хода дольше строится, но... Оно того стоит. Колесо открыли. Давайте потихоньку стремим. Здесь... Я колясочку следующим. Ну, я хочу хотя бы два рыцаря иметь. И здесь тоже, все-таки, после гавани. Буквально, два хода они построятся, да? Блин, где коляска? Вот, там и там два хода. Отлично. Феодализм пока открываем. Слушайте, а сколько у меня ферм? Две. Тут надо будет починить три. Тут можно ферму построить. Четыре-пять. Ну, как-то все равно не получается ускорить. Не очень. Ну, этот город, кстати, реально Колумбия лучше подходит, чем Мапуча. О, Португалия. О, Португалия. Кстати, классно. Посмотрим. Я еще против компьютера, чтобы была Португалия не играл. Посмотрим, насколько он разовьется. Где он? Ага, он там сверху. Но он, кстати, не на побережье, похоже. Но все равно 82 науки. Он мини-лик еще ломанул. Ух ты, у Венгра 132. Обалдеть. Так, с тремя пока отложим. Давайте образование. Или нет, давайте военную тактику. А, нет, на побережье все-таки Лиссабон. Ладно. Плюс один к счету эпохи. Бонус стремления за район. Так, ну тут два хода колясочки. Ну, слушайте, давайте я, наверное, открою два хода. И, собственно, рыцари появятся. Так, тут апаемся. Тут апаемся. Блин. Мне надо было подойти и апнуться. У меня катапульта не проезжает теперь. Фак. Ладно, добьем. Так, ну, наверное, сюда надо арбатить. Молитами как-то подходить. Эту катапульту сюда подведу. Да, что-то я сейчас я тупанул, несомненно. Вот этим надо было сюда идти, тут апаться. Ну, или сюда, даже сюда, прямо к городу. А катапульту сюда виси, а в следующем ходу уже начал обстрел. А так получится, что он не строит средневековые стены, он строит средневековые стены. Блин, это будет плохо. Ничего там интересного. Тут, может, на воду спустимся, так быстрее проплывем. Не знаю, я просто покажу тебе. У меня юниты тут мешают друг другу, на самом деле. Я не хочу пока в арбалеты апаться. Хочу оставить денежки на апгрейд в рыцарей. Может, оплыть уже этим. Тут я не думаю, что кто-то пройдет. Так, в нагмапу все починили. Надо ли нам святилище чинить? Вот в чем вопрос. Ну, а почему и нет с другой стороны? Стены, я думаю, нафиг надо. Так, вот кампус здесь никакой, конечно. Ну да, тут в ромашку это подходит, но я сейчас, как говоря, хочу театралочки поставить. Что, акведук некуда. Ну, гавань, видимо. Да. Пока не хочу рабочих тут в нагмапу. Ну, там одна ферма всего лишь поломана. Десять железа и хлопок. Нет, как-то странно. Нет, не хочу. Ну, там, на самом деле, я смогу этот один письменный шедевр во дворце оставить. Но, с другой стороны, зачем оно мне? Тут гавань офигительная, да? Вот тут точно нужен маяк. Потому что он будет плюс одну пищу всем вот этим. Ну, все, тут, собственно, одна клетка осталась, куда я еще могу поставить эту штуку. Блин, тут, конечно, у венгры неудивительно. 138 науки откуда? Какие места? По идее, рыцари не должны открыться следующим ходом. Да, ведь ей чуть не хватит. Поэтому я, ну, делаю, чтобы феодализм точно открылся. Так, плюс три. Я надо театралочку будет построить для Мороя. И мне бы... Видите, где-нибудь тут холм? Мне нужен холм, чтобы мои вот эти юниты построили уникальное улучшение. Причем холм без леса, потому что я не хочу лес убирать. Я вижу пока только здесь единственный такой холм. Прям какой-то прикол, да? Вот только дуболом какой-то колумбийский, в принципе. Так, наверное, встану сюда. Здесь продолжу стоять. Кайдук, по-моему, не лечит, если его разграбить. Этим тоже сюда подойду. Тут катапульта встали. Тут катапульта подошла, апнулась. В обороне. Отлично. Ну, наверное, отсюда уже обстреляю. Арбалетами. Этим сюда подходим. Арбалетчиком сюда. Стоит ли я сюда остановиться, у меня будет из гор? Ну, наверное, пускай обстреливать, в принципе. Лечимся. Ну, можно просто подходить уже. Не думаю, что меня убьют этих лучников. А вот армия поближе нужна. 135 силы у Мапучи. У меня 400. Хм. Хорошей ли было идеей нападать на маленьких, миролюбивых, загорающих качков Маури? Мне кажется, Мапучи сейчас очень сожалеют о своем решении. Хорошо компьютер понимает, что из города надо атаковать катапульту именно, осадные юниты. Но не в этот раз. Только я похвалил... Ух ты, у него уже летучие отряды. Ну, это больно. Видите, как наваляли лучнику сразу. Так, ну, мне, видимо... Так, тут подготовка антикавалерийских юнитов, новые строители на два действия. Наверное, не меняю все-таки никакие карточки. А вот это вообще можно убрать. У нас... Плюс 75 культуры, но... А, священное место, мы там и только один город. Все юниты ближнего боя получают плюс 5 к боевой мощи, но не лечатся за пределами... Наверное, надо взять вместо бастионов. Так, теперь мы открываем стремя. Следующим уходом. Так, тут я, наверное, вот так сделаю. Причем этого я апну все-таки в арбалеты. Но мне должно хватить... Это вопрос-то проапгрейджу. Здесь начинаем осаду. Блин, ну мне надо эту катапульту сюда ставить, потому что если сюда поставлю, тут будет город обстреливать. Ну, видимо, арбалетом придется двигаться. Ой, мисклик произошел. Кажется, этому всаднику хана. Ну, тут, наверное, катера подвинуться, чтобы этот город не обстреливал. Так, встану. Все, он еще и в осаде. В принципе, я думаю, можно атаковать. Ну, неужели мы пучу этот лагерь уничтожат? Нет. Здесь давайте маяк сначала, а потом я театралку начну. Здесь тяжелая колесница доделана. Ну, дам бы... Я бы сначала сделал тут производственную площадь, хотя, может, тут уже театралку вот сюда ставить пять ходов. Библиотека, водяная или центр камень. Давайте все-таки театралку. Не знаю, почему-то хочется... Почему-то хочется уже театральную площадь. А, подождите, или эта клетка к Нагомапу относится. Блин. Я не могу передать, пока не закончится война. Фигня. Честно говоря. Ну, это тогда казармы. Мне оружейную надо будет построить все равно для ускорения. Ну, давайте казармы. Здесь пока монархию начну. Средневековый ярмарк я скоро смогу ускорить. Морские традиции нет. И монархии нет. Значит, монархию и морские традиции я могу просто открывать. Темпломар... Не, сарика, не убила. Причем, меня атаковали только дуболомы из гор... А, блин, еще ход Мапучи, черт. Сейчас убьет. Нет, все, не убила, слава богу. Я думал, что Мапучи решил что-то этого всадника не трогать внезапно. Ну... Так, пастбище плюс пищем, это пастбище мало. Я тут в первую очередь... Летучий всадник убился от моего... Это тяжелую колесницу. Ну и сколько стоит? 160. В принципе, апнемся. Не вижу причин не апнуться. Блин, походу, чуть-чуть не хватит. А, нет, хватит. Светилище и центр коммерции. Я бы тут купил... Сейчас караван. Так. Что захватывать в следующем? Вот в чем вопрос. По Эль-Мапу... С Монсен-Мишелем бесполезное чудо для меня. Оно и для Мапучи бесполезное. Зачем он его строил, вообще непонятно. Сейчас... Точнее скажу, что оно дает. Но оно на религию... Блин. Ваши апостолы получают способность мученик. Без основания религии никаких апостолов невозможно будет. Хотя нет, я вру на самом деле. Он может брать апостолов, например, католицизма. Но зачем это для Мапучи неизвестно. Наверное, все-таки по Эль-Мапу сначала надо взять, а потом уже на Нгулу-Мапу идти. Куплю тут караван. Отправлю в Китай, скорее всего. Убегаем, убегаем. Ау, что-то уже больно как-то. Блин, куда мне его... Давайте, наверное, так отойду этого сюда. Блин, жалко не... Он, наверное, рабочим как-то так пойдет, так что я думаю, я его перехвачу. Не хочу сюда остановиться, потому что город будет обстреливать Аль-Тарбалет. Наверное, так сделаем. Пять послов. Все еще никуда не хочу отправлять. О, могу хлопок сделать промышленным производством. Вот для Ананга. Причем мне нужен рабочий еще все-таки. Ну, хлопок, по-моему, тоже религию дает. Опять же, странное немножко улучшение. Для меня я вообще через религию тут не играю. Что-то я не посмотрел, даже какая у меня тут лояльность в пивен-мапу. Какой минус? Ну, я думаю, он не должен, блин. Как-то он странно повел рабочего. Ну, если оно... Ах, хотя могу этим конем добежать. Блин, тут варвары появились. Значит, уже не могу добежать. Окей. Так, и что у нас тут дальше? Вот ученичество, блин. Конечно же, открываем ученичество. У нас там такие замечательные промышленные зоны будут. Так, как сильно отваливается. Минус 3, нормально. Так. Блин, тут через речку. Ладно, катапульту сюда. Этого парня, видимо, сюда. Так, что здесь, чтобы их поменять? Тут он как-то сильно раненый. Так, один заряд. Давайте, наверное, вот... Пойдем сначала починим железо. Потом починим ферму. Кто-то их поломал. Блин, надо было сюда рыцарем, на самом деле. Ладно, поскочу пока так. Потом проскочу рыцарем сюда. Наверное, буду стоять лечиться. Еще хочу одного рыцаря апнуться. И на золото в Гуанчжоу 12. По-моему, норм. Странно, почему именно Гуанчжоу так много дает золото. Или, блин, отправить лучше здесь, чтобы дорога была проведена хоть какая-то... В пивен-мапу. Или из пивен-мапу. С другой стороны, я просто могу купить там караван. Нет, давайте, короче, это в Гуанчжоу. Тут я просто куплю караван. Гавань есть, кампус есть. Ну, пора, наверное, на театралочку. И уникальное здание там наше. Ой, слушайте, я что-то даже... Вообще, вылетел из головы, что оно делает. Я, может, странно, театралки поставил. Уникальное здание. Всем клеткам этого города с проходимой особенностью или чудом... А, не, нормально. Слушайте, тут оно как раз нормально сработает. Вот тут будет еще плюс вера и культура. Вот на всех этих... Ну, посмотрим, в общем. Так, оружие... Тут, наверное, оружейную. Ну, надо уже доделать. Там тоже она ускоряет. Открывает. Хотя я сейчас открою промышленную зону и начну промышленную зону. Что тут, что тут строить? Надо производство. 180 науки у венгра. Так, надо бы дружочками-пирожочками стать с Португалией, я думаю. Тоже симпатичный мужчина. Не хочу, наверное, на монархию переключаться. Дружба с Шуаном. Какие-нибудь Ресы? Нет, у него все то же самое, что у меня. Так, гипс у меня есть. Неинтересно торговать. А Боливар не хочет мир следующим ходом, например, заключить. Так, с Гильгамешем нечем торговать. С Египтом. Нечем. С Венгром он ртуть мне продает. И так. И Минилик. Тоже нечем. Нечем торговать. Так. А, класс встал. Я тут не могу высадиться. Класс поплыл, точнее. Вот сюда пришел. Так, у меня еще один путь для ускорения средневековых ярмарок. Давайте морскую традицию тогда откроем. Кстати, два рынка. Я ж уже по идее могу. Тут у меня центр коммерции. А, у меня только один центр коммерции пока. Так, может мне здесь пока центр коммерции тоже построить. Ладно, давайте пока эту промышленную зону на плюс 4. Смотрите, раннюю империю открыла Венгрия. Ничего себе. А что произошло? А, что так? А, сказал бы у меня война, поэтому. И Минилик открыл. Нет, все-таки они открывают. Все-таки они открывают. И Египет открыл. Ну и зря, я считаю. Жили вот без границ. А, денег не хватает. Не, сюда надо. Монархию не хочу. Ученичество открыли. С шестью ячейками. Это типа монархию, торговую республику. Кстати, да, давайте картографию плюс 2 золота. У нас до сих пор нету ни одной галеры у меня, шифка. Ну я, видимо, просто каравеллы уже буду строить. И тут ничего не меняю. По городам давайте еще пройдемся. Да, тут чисто пока. Но следующим ходом маяк тут даст жилье. Так, тут на самом деле можно чисто в производство переключаться. Потому что эти города не будут расти, пока мы не уничтожим Мапучи полностью. Да, что-то Мапучи вообще перестал катапульты трогать. Что-то странно. Продолжение следует... Апнусь в рыцарей. Что-то уже не беспокоится. Пытаюсь все этого рабочего поймать. Так, ну, вроде удержится. Да, минус 2,3. Я этот город заберу. Там точно лояльность нормальная будет. Проблема в том, что у меня вот не лечится этот юнит на самом деле. А надо тогда атаковать. И этот, кстати, не лечится. Поэтому я бы лучше поатаковал. Чтобы снизить силу. Ну, из-за черной карточки. Которая им плюс 5 дает. Преслов. Так, а Хатуса я все еще воюю с Хатусой. Да, ну, в общем, надо Мапучи. Убрать, чтобы не воевать. Так, у нас еще один караван возможен. А здесь я промышленный... 18 ходов. Ну, конечно, нам надо караван отсюда на производство будет отправить. Иначе у нас тут будет очень долго строиться. 6 ходов торгует с ней. Здесь все равно как бы это долго. Стены, храм. Расти некуда. Тут даже непонятно, что строить. Торгует 6 ходов. Это долго. А, подождите. Здесь у нас рост появился. Да, то есть, пускай он тут вырастет пока. Здесь маяк 2 хода. И сколько здесь строится торговец? Тоже 6. Ну, в принципе, можно строить. Тут пока 6 ходов. Я следующего куплю просто. Мне нравится 93 золотых вход. Только с двумя международными караванами. Это удивительно. Еще и в темном веке. Колумбиец приволок в какую-то армию. Может, все-таки мир? Колумбиец. Давайте сейчас ему предложим. Даже не против всем захватить этого рабочего. Просто пускай отвлекается от моих юнитов. Лучше их не убивает, а рабочих захватывает. Нет, он не хочет мир. Все ясно. Нет, тут надо важнее стену убрать. Потом будем апгрейдить. Если я его поймал. Так. Так. что-то мне тут силёнок не хватает немножко эту хотя хватило, фу-ка так, окей вот селитра, кстати ну у Мапучи осталось два города этот парень мне не нравится, но у меня тут в принципе лошадь есть если что не дать ему на беда курить блин, он наверное убьют мне этого Тау может сюда лучше идти, а лучше туда Гулу Мапу надо уже ну что, время Марая я так думаю вот беспокойся, чтобы этот летучий отряд не убил мне Тауа я думаю, что он должен рабочего захватить да отлично позже колумбиец пришёл дуболобами где бы ещё мод найти, чтобы их учили юниты апгрейдить хотя у колумбийца-то 43 науки может ему... да не, ну в мечников он мечников может кого-то привёл так, два золота сколько у нас осталось? семь ходов Марой я достраиваю это ещё четыре очка то есть у меня будет шестьдесят четыре ну, блин, мне надо вот эту уникальную уникальную фигню вот этого юнита построить шестьдесят четыре я как-то всё забежал ну, ты умрёшь, видимо минус два существует всё равно влияет столица очень неплохо ой, блин я думал, тут дорога вот это я зря так походил я теперь могу не добить эту а нет, вроде добиваю блин, встал всего лишь одним юнитом уже сразу плюс два так, тут мы двумя юнитами отобьёмся дальше в порох через образование учёного вряд ли мне дадут да? учёного вряд ли мне дадут ладно, дать-то я просто образование откроем автомат поставлю тут уже скаута там не могу понять куда мне лучше подходить знаете, что я вот сюда встану чтобы они минус пять имели тут я буду стоять просто лечиться потому что я на своей территории пускай обстреливаю двумя городами но он этими юнитами не убьёт пускай отвлекается на рыцаря если он дурачок я реально не вижу вот холм вот никуда я был надо этим сюда идти я вижу холм так я тут хотел на хлопке промышленные что-то что-то там сделать но сначала мы вапанга купим торговца что меня на производство надо отправить 16 ходов в промышленную зону строить это сдохнуть можно так здесь я видимо или оружие наверное давайте наверное оружейную дострою потом буду дамбу еще чем классно захватывать мапуч у него дофига лесов который как раз начинает начинает моя способность работать блин ну и что и нам тут больше нечего строить прикиньте все вот у нас еще одна клетка где мы можем вот это улучшение сделать и все монумент я считаю что монумент не нужен просто не нужен каравелла 15 ходов строится ну зачем давайте строителя буду просто отправлять туда к этим потому что у меня лям тут сидит и там дополнительный заряд будет получается ну видите они к этому рыцарю привязались вообще бессмысленно сейчас еще обстреляют мапуча а не убивается извините у тебя нету арбалетов стреляешь ты слабенько значит и все рыцарь такой не 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 убьёшь не обидно я думаю тут к убийцам самопуча бонус соседства гавани наверное не будем ставить выкать можно убрать в принципе гавань то я уже везде построил практически а что мне вместо этого ставить каброн способности нафиг надо ко мне ничего поставить так что оставлю видимо там где-то мячу маяк по-моему строит да вот тут маяк строится так что еще тут к эти в поле мапу можно будет гавань сделать но я хочу все еще сюда к этому к холму пойти сколько там ходов 6 осталось но по идее успею до встречи окна до этого генерала убрать отсюда фигли он тут дополнительные бонусы дает так строители потихоньку к оливкам виду или даже но я надеюсь этого рабочего захвачу и тогда силен у меня просто сидит хочет надо обработать прямо скажем так тут на производство куда столицу так было 15 ходов давайте глянем 10 отлично и средневековые ярмарки открыли бонус средства театральной площади два жилья во всех городах с тремя и более специализированными районами ну наверное а тут довольства не хватает может с кем-нибудь поторгуем сейчас скорее всего с кем-то торговля завершилась так 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 вино я думаю что я до сих пор нету вот гипс да что он такой блин вот слушайте жадных убила реально ладно давайте так оставлю или лучше ему еще какой-нибудь ресурс мне жемчуг что-то жалко она 25 так 25 или гамеша кажется ничего давайте с ним делегацию к нему отправим португальца португальцу тоже и тоже ничего нифига венгар нифига ну тоже делегацию ну просто больше инфы чтоб получать да со счастьем конечно есть проблемки я просто думаю наверное не стоит ли на жилье ставить карточку потому что у меня достаточно жилья хотя вот вананга вапанга я сейчас туда лучше просто отправлю магнуса там жилье появится шесть послов все еще никуда не отправляю осталось шесть ходов тут я сейчас получу очки эпохи ну наверное наемники открою все таки дешевле апгрейдится то есть я хуже всех по культуре иду хотя по количеству культуры так так не кажется так я точно ничего не хочу поменять ну плюс пять это надо оставлять содержание юнитов не пока так надо бы торговую республику конечно ну сейчас по все наемников увидим не знаю ты все скинь там рыцари мне мордуют серьезно блин ну и как-то я рыцаря подставил и вот это вот скачки у меня в тылу он еще поплыл рабочим что-то это мне не очень нравится аванпост далеко вот тут у гильгамеша отваливаются города в пользу блин и он мне начал мочить именно катапульту защитим тут холм блин да слушайте но это будет тяжело мне вот сюда что ли катапульту надо вести фак да неудачненько ну ладно надо это делать так ну а вторую катапульту что мы этого так долго будем бить одной то вторую и тут холм а слушай тут с двух сторон ё-моё ну короче столице будет браться тяжело я вам хочу сказать со столицей у нас будут проблемы тут все в холмах просто смотрите тут тут и тут холм соответственно с этих тут я не могу катапульты вообще поставить да здесь нету холма но если я ставлю сюда катапульту то она обстреливается с двух мест то есть она просто не выйдет это без бомбард нереально вон у нас бомбарды в общем то надо туда идти или в мушкетёра пока зайти заодно уничтожим давайте наверное в универы потом в мушкетёры потом в литьё собственно универы надо построить мушкетёра апнуть надо селитру обработать так вот пройду мимо оливок надо сразу селитру обрабатывать получается ну нормальный вообще китай вот вот это город я смогу захватить тогда то есть с китаем мы точно будем воевать осудить еретика ну а фиг ли он тут бегает так я думаю что катапульту можно сюда и не везти без бомбард не получится ничего катапульту тоже спасаем пока есть оружейная ну наверное дамбу все-таки давайте уже пришло время так тут тоже все построено наверно гавань может не туда высыпать ну слушайте я тут всегда могу вот здесь например канал построить так что можно будет вы выводить юниты достаточно жилья ладно на производство так и я все блин пять ходов мне надо сюда идти вообще-то улучшение мое делать пойдемте-ка улучшение делать а не лечиться в первен мапу он еще держится держится придет барбороса большая честь по знаку а он за венграм да там осада берлина происходит венгрия атакует но я думаю что захват столицы мапуча и слежение за хоккейным матчем венгрия германия мы увидим уже в следующий вы увидите следующей серии а спонсоры канала могут уже поискать прямо сейчас во впадке сообщества спасибо что смотрите играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока это из-за марка в ин-эдукетед майнд то бе-бал тэнер тэнер форс и пи-с